Сегодняшнее наше занятие, по сути, заключительное для блока менеджмента тестирования, и в принципе уже на финишной прямой нашего курса, оно будет посвящено непрофильным активностям менеджера по тестированию и менеджера как такового. То есть на прошлом занятии мы рассмотрели те активности, с которыми приходится сталкиваться менеджеру по тестированию. Вот де-факто он планирует сроки, распределяет ресурсы, координирует работу своих специалистов. Сегодня мы поговорим о таких активностях, которые нередко остаются в тени менеджерской работы, но тем не менее они есть, и если менеджер хороший, то он должен знать, что подобного рода активности ему также должны быть присущи. И, собственно, первый момент, который мы рассмотрим, это найм сотрудников. Нередко бывает так, что вы приходите в коллектив, где рано или поздно возникает необходимость найти специалиста. Это может быть вызвано тем, что компания растет, расширяется, возможно, кто-то из сотрудников вышел в декретный отпуск или уволился, или вы приняли волевое решение уволить сотрудника. Так или иначе, в определенный момент вы сталкиваетесь с тем, что вам необходимо найти сотрудника. В разных компаниях это устроено совершенно по-разному. Где-то активное участие принимают так называемые HR, рекрутеры, которые собирают вам резюме, передают, и вы принимаете минимальное участие. Я расскажу о полном цикле. Он мне, так скажем, чаще встречался, и я чаще с ним работал. И считаю, что если у вас будет представление о том, как от и до провести найм сотрудника, это будет лучше. Прекрасно будет, если у вас будут помощники в виде специалистов отдела кадров, но если таковых не будет, то информация, которую вы сейчас получите, может оказаться полезной. Собственно, основные этапы при найме сотрудника — это поиск кандидатов. Кандидатов можно искать совершенно по-разному. Очевидное решение — это воспользоваться сайтами, которые предоставляют возможность разместить резюме. В большинстве своем такие сайты являются либо платными, и здорово, если у вашей компании есть аккаунт на этом сайте, и они могут вам предоставить доступ. Нередко бывает так, что доступ у какого-то одного человека, и он больше не желать его ни с кем не хочет, потому что использует какой-то внутренний функционал. Если же вам доступ далее, пользуйтесь, используйте при этом нетривиальные логики поисковых запросов. Если вам, предположим, нужен специалист по автоматизации тестирования, не стоит писать в лоб специалист по автоматизации тестирования или автоматизатор тестирования. Подобного рода запросы, безусловно, выдадут вам определенную часть релевантных кандидатов, но, скорее всего, эта часть будет достаточно узкая. Представьте себе, что вы знаете, что автоматизатор тестирования — это человек, который должен обладать определенным стэком технологий, который закрепился в вашем коллективе. Ну, предположим, у вас уже есть автоматизаторы, которые пишут на Selenium WebDriver и Java. Поэтому в поисковом запросе можете использовать Selenium WebDriver и Java. Возможно, вам найдется кандидат, который и не хочет работать специалистом по автоматизации, но у него есть какой-то релевантный опыт работы с вашими инструментами, и, возможно, вы сможете его заинтересовать. Один из таких наиболее ярких примеров, который мне доводилось подобным образом, условно скажем, не то, чтобы схантить, а найти специалиста. Это мой нынешний коллега. Когда я первый раз наткнулся на его резюме, у него резюме было, по-моему, что-то типа «менеджер по продажам». При этом у него бэкграунд был 8 лет работы Java-разработчиком, а я его взял на специалиста по автоматизации и тестированию. Как раз за счет того, что использовал какие-то нетривиальные логики. Поэтому, если вы знаете, какие инструменты вам нужны, технологии нужны, используйте их в поисковых запросах. Важно понимать, что по большому счету поиск кандидатов через специализированные сайты — это, конечно, полезный источник для кандидатов, который будет приходить к вам на собеседование, но не единственный. В современном мире все чаще работают профильные социальные сети. Возможно, там, не знаю, слышали, есть LinkedIn, есть мой круг, есть ряд других, которые позволяют найти профильных специалистов через социальные сети. Более того, я скажу так, по большому счету последние, наверное, лет 5-6 все места работы, где я трудоустраивался, я трудоустраивался благодаря именно социальным сетям. То есть напрямую через, я не знаю, Headhunter, предположим, мне никто отклики не оставлял. Ну, оставляли, естественно, но к трудоустройству это не приводило. А вот поиск через социальные сети, в том числе, сейчас уже он доходит и до того, что смотрят и через ВКонтакте, и через Фейсбук, я не знаю, на Одноклассниках, наверное, даже смотрят, если для определенных групп и категорий, так скажем, сотрудников. Кстати, важно помнить о том, что когда вы размещаете свое резюме, высока вероятность того, что заинтересовавшись вашей кандидатурой, будущий работодатель может просмотреть ваши профили в социальных сетях. И вы, будучи работодателем, будучи менеджером, не брезгуете данной возможностью. Потому что вы сможете узнать чуть более полный портрет о человеке, которого вы хотите пригласить хотя бы к себе на собеседование. Ну, то есть, я сталкивался с таким, что смотришь резюме, вроде там, благочинная такая фотография, приятный молодой человек, думаешь, дай-ка пойду посмотрю в социальных сетях. Да, там фотографии такие, которые, мягко выражаясь, не вызывают симпатии и вызывают больше вопросов, чем желание пригласить этого человека на собеседование. Поэтому либо скрывайте от внешнего доступа свои странички в социальных сетях, либо введите их чуть более аккуратнее. И помните о том, что у вас с позиции менеджера, с позиции человека, который занимается в определенный момент времени поиском кандидатуры, есть подобная возможность. Не стоит забывать и о старом добром методе, как сарафанное радио. Просто бросить клич, в той же социальной сети вы можете сделать какой-то шаринг вакансии, которую разместили где-то на ресурсе или на корпоративном сайте, и сказать, что, эй, ребята, к себе в команду ищу специалиста с таким-то профилем, буду благодарен за рекомендации. Ну, и еще один, может быть, не самый лучший способ, но, тем не менее, вполне себе работающий. Рано или поздно в течение всей вашей работы у вас будет копиться, ну, как скажем, круг общения, в который вы можете напрямую заходить. То есть вы там, предположим, уже работаете на третьем месте, и помните, что на первом месте с вами работал шикарный тестировщик, он вам понравился и как человек, и как специалист, и вы действительно можете ему написать. Возможно, он согласится на ваше предложение, заинтересуется, или как минимум вы под предлогом того, что он придет на собеседование, снова увидитесь и пообщаетесь по-человечески. Поэтому все эти возможности используйте при поиске кандидата. Отбор резюме. После того, как вы отобрали себя, а по большому счету мы сейчас говорим о том, что у нас происходит классическая воронка продаж, мы из общего списка выбрали некий пул резюме. Мы сейчас на следующем этапе, когда у нас есть пачка резюме. Со временем, если у вас выдастся возможность работать с резюме в массовых, таких в огромных количествах, мне в свое время доводилось в день по 20-30 резюме отсматривать, вы начнете их читать по диагонали, буквально за 30 секунд-2 минуты. Откладывайте их там, понравился, не понравился, и те, которые понравились, будете смотреть уже более детально. Важно помнить, что, это, кстати, полезная информация как с точки зрения соискателя, так и с точки зрения потенциального работодателя. Резюме должно быть говорящим. Оно не должно требовать контакта с вами. Если в вашем резюме написано, что, ой, я занимался на этой работе, делал крутые вещи, хотите знать подробнее, напишите мне, свяжитесь со мной, позвоните и так далее, а потенциальный работодатель не станет этого делать. Ну, представьте себя как раз на позиции человека, который ищет сотрудника. У вас есть 10 резюме, 5 из которых содержат информацию исчерпывающую, написанную и стек-технологии, и проекты, и какие-то ключевые навыки. А опять резюме содержат информацию, позвоните мне, я очень крутое, на собеседовании выясню. Согласитесь, вы отдадите свое предпочтение тем, кто был в первой категории, где в тексте резюме вы смогли узнать больше информации. Поэтому обращайте внимание на то, как составлено резюме. Помните о том, что, безусловно, на рынке существуют люди, это очень опасные люди, коварные люди, которые не умеют работать, но умеют писать резюме. То есть красиво себя преподать в резюме они умеют, а по факту реальным трудом не обладают. Поэтому после того, как вы отобрали резюме, сделайте для себя засечки, какие именно моменты вас больше всего заинтересовали в резюме, для того, чтобы убедиться в их соответствии, ожидании, реальность, когда специалист придет к вам на собеседование. То есть если человек написал, что он в совершенстве владеет 20 языками программирования, это интрига детекта, и когда он приходит к вам на собеседование, попросите его хотя бы десяток этих языков продемонстрируют. Скорее всего, в таких ситуациях вы увидите, что дальше Hello World человек этими языками не обладает. При этом важно помнить, что отбирая резюме, опять же повторюсь, вам, предположим, резюме попалось через специализированный сайт, не побрезгуйте тем, чтобы посмотреть, что представляет из себя кандидат в оффлайновой жизни. Потому что так или иначе, ну, так скажем, то, что может храниться в социальных сетях или в интернете на данного человека, может составить определенный, ну, не знаю, психологический портрет. А вам важно помнить, мы сейчас на следующем этапе поговорим, что человек, которого вы ищете, он должен вписаться в коллектив. Это человек, с которым вы будете видеться больше, чем со своей семьей. Увы, это факт. Так, проводя на работе 40 часов в неделю, вы будете, по сути, с этими людьми, с вашими коллегами, с вашими подчиненными, сотрудниками общаться больше, чем с кем бы то ни было. Следующий этап — собеседование. То есть мы отобрали из этого резюме определенную часть, которым мы позвонили. Которым мы предложили встречу. Часть из них согласилась, часть из них не заинтересовалась и отказалась от нашей встречи. То есть еще меньше. Представьте себе, здесь у вас было там на рынке, вы нашли там 100 подходящих кандидатур. Здесь у вас уже 50 резюме, здесь у вас уже 20 собеседований. Что важно делать на собеседовании? Я практикую собеседование таким образом, что в первую очередь стараюсь рассказать будущему сотруднику, будущему партнеру, коллеге, о компании. Что из себя представляет компания? В связи с чем вызвано наличие вакансии как таковой? То есть мы ищем специалиста взамен ушедшего. Мы хотим расшириться, и нам нужен новый специалист. То есть обосновываю, почему человек, в принципе, к нам пришел, почему мы ищем кого-то. Стараюсь, может быть, и поверхностно, но тем не менее рассказать о спектре проектов, над которыми предстоит заниматься человеку, и об активностях. Делаю я это по одной простой причине. Ну, как скажем. Когда работодатель берет инициативу на себя и начинает рассказывать о компании, он имеет возможность слегка сманипулировать будущим сотрудником. Представьте себе, к вам приходит сотрудник, потенциальный кандидат, в резюме которого написано, ну, там, я не знаю, желание автоматизировать. Ну, он там, например, начинающий автоматизатор, у него полгода автоматизации тестирования. А у вас по факту автоматизации нет. Ну, как бы, и вы даже ее не планируете в ближайшем времени внедрять. Ну, как бы, вам сейчас нужен простой ручной тестировщик. Если инициативу отдать будущему сотруднику, то он тут же начнет рассказывать о том, какие у него есть навыки автоматизации. Вы будете достаточно много времени дискутировать на предмет того, что он умеет в плане автоматизации. При этом, ну, несколько обескуражите его тем, что, когда инициатива перейдет на вашу сторону, вы скажете, ну, это, конечно, круто все, но нам автоматизатор не нужен, нам ручной тестировщик нужен. Другое дело, если инициативу вы возьмете на себя и грамотной подачей сможете развернуть потенциального кандидата к себе, например, сказав то, что у вас есть достаточно много работы, ручной работы, вам действительно ее нужно сейчас сделать. Вы ищете квалифицированного ручного специалиста, который не просто сможет разложить по полочкам все ручное тестирование, которое на него будет возложено, но и сможет сделать это настолько эффективно, что высвободит часть времени, например, для того, чтобы расширить покрытие или заняться автоматизацией. То есть предоставить некое поле для размышлений потенциального сотрудника. А нередко бывает, пользуясь таким приемом, он может быть не очень там красивый, но тем не менее, будущий сотрудник, который к вам приходит, может иметь вилку зарплатную, которая по тем или иным причинам, ну, не коррелируется с теми возможностями, которые есть у компании на текущий момент. И тогда, взяв инициативу и начав общение, вы можете в некотором роде, ну, как скажем, эмоционально для начала, а в последующем и конструктивно прогнуть кандидата. Как это может выражаться? К вам приходит кандидат, у которого там зарплата, предположим, там, зарплатное ожидание на 10 тысяч рублей больше, чем вы можете ему предложить. Помнится, в прошлом потоке кто-то из студентов сказал, да какая разница, 10 тысяч туда, 10 тысяч обратно. Но когда мы проводили потом практику в рамках этого занятия, выяснилось, что 10 тысяч, оказывается, очень критичны. Так вот, если к нам пришел человек, у которого там зарплатное ожидание на 10 тысяч больше, чем мы можем себе позволить, каким образом мы можем его заинтересовать? Мы можем рассказать о том, какие у нас интересные проекты, какие у нас интересные технологии, подходы, какие у нас процессы внутри выстроены. Несомненно, многие кандидаты ищут работу не только для того, чтобы получать деньги. Да, действительно, всем нам хочется кушать. Хочется кушать не просто хлебушек, но еще и маслице, а потом и корочку, желательно не красную, а черную, и запивать это все каким-нибудь дорогим вином. Но, тем не менее, человек идет за знаниями, за опытом. Так или иначе, каждая работа – это ступенька для следующей карьерной высоты, которую он будет забирать. И если вы сможете расположить к себе кандидата, то, как скажем, аккуратно прогибая его по баблу, вы можете показать ему, что ваша компания, ваша вакансия – это идеальное место для роста. Здесь он сможет получить реальные знания, закрепить их опытом, и, более того, ему будет предоставлена определенная свобода, естественно, если это соответствует реалиям. Не надо врать на собеседованиях, потому что в конечном итоге, если к вам придет кандидат, он через месяц увидит, что ожидания и реальность не соответствуют друг другу, и попросту уйдет. И вы потратите кучу времени на поиск следующего кандидата и следующего кандидата. Будьте аккуратнее. Хотя, если честно, я сталкивался с такими компаниями, которые, ну, в некотором роде, такие комбайны. Мы наймем 20 человек, из них потом отсеется, там останется 3. Я сторонник тщательно искать кандидатов, отбирать резюме и проводить собеседование. Еще один вариант, как можно прогнуть кандидата. Это после того, как вы передали слово и инициативу вашему кандидату, он рассказывает, какие у него есть скиллы, навыки, какой у него есть опыт, с какими проектами он работал. Вы можете его прогнуть с точки зрения того, что, ну, как скажем, показать, что его навыки, несомненно, крутые, но недостаточно для того, чтобы работать с нашими крутыми и супервосхитительными проектами. И это позволит вам создать некий коридор и чуть сдвинуть с места неприхолебимые устои будущего сотрудника. В конечном итоге важно понимать, и когда вы нанимаете специалиста, важно помнить, что идеально, если вы будете относиться к его поиску как собственник бизнеса. Как будто будущую зарплату вы будете платить со своего собственного кармана. Очень легко нанимать людей, зная о том, что платить ему зарплату будете не лично вы. Ну, то есть, там какой-то дядя сидит, у него есть деньги, я сейчас возьму прикольного чувака, он вместе со мной будет там в шахматы играть. А то, что он работник плохой, это уже меня интересовать не будет, я с ним в шахматы буду играть. Помните об этом, проводя собеседование. Обращайте внимание на то, как человек себя ведет. Открыт он, замкнут он себе, легко ли он идет на контакт, испытывает ли он стресс от общения. Вы можете позвать на собеседование кого-то из своих коллег, из ведущих специалистов, предположим, старших, перспективных каких-то бойцов. Потому что рано или поздно, рано или поздно, эти ребята, с которыми вы работаете, смогут вас подстраховать. Например, у вас будет важное совещание, к вам приходит кандидат на собеседование. А из-за того, что вы не поделились знанием, как проводить собеседование, у вас либо встреча срывается, либо собеседование. Поэтому не брезгуйте тем, чтобы звать кого-то из коллег на собеседование. Это и для них определенный опыт, они рано или поздно тоже станут менеджерами, и им будет полезно именно руками, так скажем, пощупать, как это проводить собеседование. Ну и в конечном итоге вас подстрахуют. Обращайте внимание на какие-то психологические аспекты и соответствия. То есть если в резюме, предположим, человек написал, что он аккуратный, усидчивый и пунктуальный, то человек с растрепанной прической, неглаженной рубашкой, опоздавший на 15 минут на собеседование, мягко выражаясь, ну как-то слабо коррелируется с тем, что указано в резюме. Согласны? То есть такого рода моменты, микротесты кандидата также нужно проводить. Вы, конечно, можете проводить стресс-тесты, то есть у меня там были случаи, когда я захожу там на полном Адидасе, на кепочке, так с четками, ну привет, давай, у нас сейчас собеседование будет, меня Алексей зовут. Но иногда и мне встречные стресс-тесты проводили, когда заходишь в комнату, а перед тобой сидит молодой человек с милированными волосами вот такой длины у него, ну как сказать, когти, легкие подрощенные клыки, красные контактные линзы, и он таким полушепотом, добрый день. Я вышел тогда из комнаты, как бы оставив тестовое задание, в поисках чеснока, святой воды и серебряных пуль. Поэтому будьте аккуратнее, кандидаты тоже могут проводить некоторые эксперименты и, так скажем, стресс-тесты для будущих работодателей. Важно помнить о том, что тот кандидат, которого вы ищете, он должен вписаться в коллектив, уже существующий коллектив. То есть, например, когда я работал в научно-исследовательском институте и, по сути, был первым человеком в департаменте, в своем отделе, мне нужно было найти следующего кандидата, ну, которого, коллегу, с которым мы будем работать, с которым мы дальше будем развивать команду. Это был, кстати, как раз вот тот самый менеджер по продажам, тире, Java-разработчик с восьмилетним стажем. Так вот, взяв его, я подбирал его так, чтобы, ну, условно, нам с ним было максимально комфортно работать. Я был одним, один единственный сотрудник в отделе, мне было все легко. После этого мы с ним вдвоем искали третьего, и он должен был быть уже комфортным как для меня, так и для моего коллеги. Потом мы искали четвертого, четвертый должен был, ну, так скажем, вписываться в коллектив из трех. Ну, и представьте себе, как усложняется этот пазл, когда вы набираете уже там 12 сотрудников, 15 сотрудников коллектив, и они действительно достаточно плотно работают друг с другом. То есть, это не абсолютно абстрагированные люди друг от друга, которые два раза в жизни друг друга увидят там в начале работы и в конце работы. Речь идет о том, что если вы собираете именно коллектив, то важно помнить о том, что он должен как-то вписываться, вы формируете микрогруппу, и в ней должен быть здоровый командный дух. Если вы наберете команду, там, я не знаю, прям таких закостенелых интровертов, то, наверное, о командном духе не придется говорить. Если вы наберете, наоборот, команду, там, я не знаю, просто безбашенных экстравертов, то, безусловно, в команды они вольются, но могут быть сложности разделения на субкрупы. У вас будет там отдел автоматизации тестирования, предположим, слушает металл, а ручные тестировщики слушают рэп, и вот между ними конфронтации какие-то будут. Учитывайте это, это, возможно, выглядит несколько смешно и там нелепо, но когда вы будете сталкиваться с подобными вещами в реальной работе, вы поймете, что психологические аспекты совместимости сотрудников, они играют очень немаловажную роль. Собственно, после собеседований у нас остался пяток кандидатов. Уже кандидаты тут. Вот, господи, вот тут маркер. Важно помнить, что заканчивая собеседование, ну или там на старте, тут в зависимости от того, как вам будет привычнее, я, в принципе, если есть сразу сложные моменты касательно сумм, если у нас там дикое расхождение между тем, что может предоставить компанией и что хочет кандидат, в принципе, как правило, такое выясняется еще на самом раннем этапе, когда там что-то прозванивается и договаривается на собеседование. Вот. По большому счету, как правило, в конце собеседования идет простой вопрос. Когда я прошу у кандидата указать диапазон заработной платы, которую он хочет получить. Почему диапазон? Потому что у компании есть свой диапазон, она готова, там, предположим, там, не знаю, образно, там, от 90, господи, от 90 тысяч заплатить до 110. В ходе собеседования я сделал для себя какие-то определенные выводы. Мы посмотрели там навыки специалиста, мы посмотрели его опыт работы, пообщались с ним и поняли, что он, предположим, стоит, ну, где-то от 80 тысяч до 100 тысяч. И у кандидата просим сказать тоже диапазон для того, чтобы потом было проще найти что-то среднее. Вот он говорит такое. Ну, я хочу где-то от 95 до 120. Ну, и вот он, можно найти диапазон, то есть, там, 95-100 тысяч можно ему дать. Архиважно, архиважно добиваться того, чтобы сотрудник все-таки сказал верхнюю планку. Когда сотрудник не говорит верхнюю планку, это говорит о том, что у него что-то не в порядке со своей профессиональной самооценкой. Представьте, вы штангист, и вам говорят, какой вес ты можешь взять. Физическая самооценка есть у человека, он понимает, ну, как бы могу условно от 0 килограмм до 70. Больше я не могу. То же самое и здесь. Если сотрудник затрудняется ответить, сколько он максимум стоит, значит, он не понимает, какими скиллами он обладает, на каком рынке он находится, какой опыт у него работает. Я сталкивался с таким, что люди говорили мне, там, от 30 тысяч и до бесконечности. И, к сожалению, ну, там, я не знаю, половина, наверное, кандидатов так отвечает. И приходится из них вытягивать. Нет, ну, ты все-таки скажи. То есть, в принципе, для меня это уже не очень хороший звоночек, когда человек не в состоянии сказать верхнюю планку. Потому что, так или иначе, какая-то профессиональная самооценка должна быть у специалиста, которого мы ищем. Она действительно может отсутствовать у кандидата, если мы ищем кандидата, например, без опыта работы, который буквально вчера выпустился со школьной скамьи или из института хочет попробовать свои силы в чем-то. Там действительно человек может называть какие-то неадекватные цифры. Там будет, скорее, важна нижняя граница для того, чтобы понять, в общий диапазон попадает или не попадает. Но от специалистов, которые работают уже хотя бы год, два, три, хочется все-таки услышать верхнюю границу. При этом важно понимать, что когда человек говорит свой диапазон, там вот 95-120, я, как правило, использую такой момент, даю одну минуту кандидату для того, чтобы он постарался за эту минуту себя продать. Почему он стоит именно столько? Ну, такой вот, как бы, подытожить всю встречу за одну минуту. Убивая двух зайцев, во-первых, смотрю, как человек в условно-стрессовой ситуации может себя трезво оценить. С другой стороны, он перечисляет какие-то, ну, как скажем, ключевые преимущества свои, за которые потом с него будет спрос. Если мы его действительно возьмем на этот диапазон, то с него можно будет спросить. Я не помню, может, приводил такой пример. Если вы покупаете арбуз за 50 рублей и спрашиваете, почему он стоит 50 рублей, вам объясняют, что он самый сладкий и прям вот хрустящий. Если вы приходите домой, и он не сладкий и не хрустящий, ну, скорее всего, вы будете недовольны приобретенным товаром. Также вы можете быть недовольны сотрудникам, если он сказал, что я суперинициативный, схватываю все на лету, а через два месяца работы он не проявил ни разу инициативу и не усвоил вообще никакого материала из того, что ему было выдано. Выбирая кандидата, помните о том, что когда у вас есть 5 отобранных кандидатов, не каждый из них согласится на ваше предложение. Ну, не каждый. Реально. Кто-то попросит паузу взять на время, кто-то скажет, что типа нет, к сожалению, мне не интересно, кто-то начнет там денежку выбивать, кто-то еще что-то. Поэтому, отобрав по результатам собеседований 5 кандидатов, приоритизируйте их для себя и сделайте предложение там первому, второму, обозначите какую-то границу, объясните чисто по-человечески, что, ну, понимаете, вы у нас тоже не единственный кандидат, вы у нас находитесь в приоритете, мы хотели бы там в течение ближайших двух дней получить от вас ответ. Если нет, значит нет, если да, значит да. Кстати, вот здесь важный момент. Ну, я считаю, что это правило хорошего тона. Проводя собеседование, неважно, понравился вам кандидат или не понравился вам кандидат, работодатель обязан сообщить ему о результате прошедшей встречи. То есть, ну, как-то прорезюмировать. При этом, по большому счету, ну, если кандидат совсем провальный, не стесняйтесь это сказать сразу на собеседовании. Если кандидат подает хоть какие-то надежды, есть там проблемские желания посотрудничать с ним, не рубите с плеча, возьмите какую-то паузу, пособеседуйте еще людей, потому что, возможно, в сравнении с другими специалистами вы увидите, что первый, оказывается, был вполне себе ничего. Тем не менее, если вы потом приходите к выводу, что кандидат, которого вы поставили на паузу, он все-таки аутсайдер, сообщите ему. Можете позвонить, можете письмо написать. Так или иначе, дайте ему знать. Ну, у меня это вызвано, наверное, отчасти тем, что я пару раз попадал, ну, такие в тревожные моменты, в ситуацию, когда мне говорят, ну, там, через неделю вам перезвоним, через неделю не перезваниваю, через две не перезваниваю. Потом говорят, ой, мы извините, вообще забыли. Ну, как бы не очень красивая ситуация. Постарайтесь, будучи человеком, который ищет к себе специалистов, не допускать подобных ошибок. После того, как вы выбрали кандидата, он к вам трудоустроился, у вас есть следующий актив, который занимается менеджер по тестированию, или менеджер как таковой, это адаптация сотрудникам. Давайте рассмотрим, какие основные есть объекты для ознакомления новичка. То есть у вас пришел новый член команды, вы его отцовеседовали, вот он пришел, что же следует с ним делать? В первую очередь необходимо его познакомить с командой. Ну, как-то обрисовать, что вот это Вася, вот это Петя, вот этот человек занимается вот этим видом тестов, вот этот человек занимается этим видом тестов. У нас там распределенная команда или какая-то собранная. рассказывает о команде, о новом специалисте, что вот это Коля, он у нас будет заниматься ручными тестами и тест-дизайном. А в перспективе будет заниматься там еще автоматизацией. То есть какое-то ознакомление с командой должно происходить. Более того, если подразумевается общение нового члена команды с внешним миром, например, с разработчиками, с менеджерами проекта, это также следует сделать, ну, там, спустя какую-то небольшую паузу. Не стоит человека в первый же день его работы знакомить прям там с двумя-тремя десятками специалистов. Важно ознакомить новичка с процессом. То есть как в течение там длительного времени в вашей команде выставился какой-то процесс и как принято в нем работать. Вы рассказываете про workflow, рассказываете про инструменты, с которыми вы работаете. Если у вас есть какой-то бактрекер, то, естественно, заводите там специалисты в этом бактрекере, показываете, какие есть основные там постулаты, регламенты. Рассказываете о том, каким образом вы взаимодействуете с внешним миром, между собой. Возможно, там есть какие-то внутренние чатики, где там, я не знаю, в этом чатики мы спрашиваем, есть ли уже такой дефект. В этом чатики мы спрашиваем о разработке, отдали ли нам релиз. В этом чатики мы, например, вообще ничего не пишем, мы просто смотрим, как нас там поливают условно не очень хорошими словами, идем в соседнем частики и справляемся. Важно, естественно, познакомить сотрудника с продуктом. То есть, так или иначе, он будет принимать участие в тестировании, там, в работе над каким-то продуктом, то есть, или целым спектром проектов. С ними нужно ознакомить человека. Можно делать это разными способами. Один из вариантов – это написать полномасштабный туториал, просто сказать, что вот этот продукт, вот смотри, там, шаг один, посмотри здесь, ну, например, на примере почты. Можно здесь письмо написать, можно прочитать письмо, можно по папочкам перейти и рассказать о каком-то функционале. Другой вариант – пустить в вольное плавание, просто сказать, вот, садись, изучай, у тебя есть, там, два дня на то, чтобы обкликать его вдоль и поперек. Я в последнее время использую вместе со своими коллегами такой способ, что в процессе тестирования продуктов, после того, как человек ознакомился с какими-то примитивными вещами, связанными с процессами, с регламентирующей документацией, мы привлекаем человека к регрессионному тестированию. Ну, то есть, даем ему, например, чек-лист или список тест-кейсов, посвященных продукту, и он начинает его прям прокликивать по тест-плану. Помните, мы с вами писали вот эти тест-планы по контентным проектам. По большому счету, этот чек-лист можно передать новенькому человеку для того, чтобы он ознакомился в целом, какой есть функционал в продукте. Потому что вы, как условно люди более опытные уже в этом чек-листе, отобразили какие-то ключевые особенности и возможности вашего продукта. Ну, и есть смысл адаптировать сотрудника с различного рода традициями, которые существуют внутри коллектива, внутри процесса работы, что, там, не знаю, если у тебя день рождения, за неделю предупреди об этом, там, руководителя. Традиции могут быть самого разного рода, там, не знаю, как мы предупреждаем друг друга о том, что, там, например, на следующий день не выходим. Где-то, например, там, не знаю, у меня было такое, что где-то, ну, достаточно было, там, просто смс-ку написать или, там, позвонить. Где-то нужно было за день написать официальное письмо, получить аппруф, и только после этого на следующий день не прийти, ну, условно говоря. Таких традиций в компании достаточно много. Я не говорю о том, что имеет смысл, там, какой-то классификатор писать, там, какое пиво любит наш отдел разработки и наши админы. Прям вот ознакомься, будет у тебя день рождения, проставляйся. Кстати, когда ты выходишь, ты проставляешься. Когда ты заканчиваешь испытательный срок, ты проставляешься. Ну, какие-то такие вещи можно, конечно, не то, чтобы зарекламентировать, но человеку рассказать, чтобы он влился в коллектив максимально мягко. После того, как человек у нас адаптировался, рано или поздно встает вопрос по поводу обучения сотрудников. То есть вы взяли к себе специалиста, возможно, он там был совсем зелененький, молодой и неопытный, из него нужно делать, там, гуру-специалист. Либо к вам пришел уже такой крепенький боец, но в желании его замотивировать, чтобы он работал максимально продуктивно и ему было интересно, вы решили заняться его обучением. Какие основные объекты для углубленного изучения у нас могут быть? В первую очередь это квалификация. То есть обозначить для человека приоритетное направление в плане квалификации имеет смысл после такой установочной беседы. Хороший менеджер должен слушать и слышать своего сотрудника, своего коллегу, для того, чтобы не впаривать ему, не впихивать невпихуемое в человека. То есть если человек, например, категорически не хочет заниматься автоматизацией, вы можете попробовать мягко ему объяснить, может быть, какие-то смежные инструменты, как-то заинтересовать его. Но если он ни под каким предлогом не хочет этим заниматься, то отступитесь, попробуйте найти альтернативную квалификацию. Нередко квалификации и углубление знаний внутри этой квалификации могут быть спровоцированы каким-то поведением, какими-то яркими чертами. Предположим, у вас есть человек, который очень любит все по полочкам раскладывать, он структурированно описывает дефекты, и вы смотрите на это и говорите, слушай, ты так хорошо дефекты описываешь, так углубляешься внутрь каждой задачи, ты бы не хотел попробовать себя, например, на поприще тест-дизайна, для того, чтобы писать чек-листы и тест-кейсы, не хотел бы развить это. Если это действительно импонирует человеку, то можно, соответственно, это развивать. Развивать это можно как внутри команды, то есть найти эксперта, или самому выступить в роли эксперта, поделиться этими знаниями. Так и можно отправить на какие-то внешние курсы, можно воспользоваться услугами каких-то конференций, предположим, два раза в год проходит очень неплохая, я бы сказал, так сказать, качественная конференция о качестве, Складейс, рекомендую отправлять туда своих коллег, сотрудников со временем. Много полезного можно там узнать. Также, несомненно, существует интернет, где можно просто для сотрудника сделать с точки зрения, ну, так скажем, вашей экспертизы какую-то хорошую подборку. Почитай вот эти книги, почитай вот эти статьи, посмотри это видео, и давай потом попробуем это как-то в работе реализовывать. Также можно изучать сам продукт. То есть сотрудник, предположим, на старте, выходит, начинает работать над одним вашим продуктом, вы видите, что ему тесно, у него замыливается глаз, ему неинтересно, и вы предлагаете ему заняться еще и вторым продуктом или перейти целиком на второй продукт. В такой момент это можно сделать, опять же, либо по аналогии с тем, как вы адаптировали сотрудника, просто выдать ему какие-то чек-листы, тест-кейсы и сказать, вот теперь продукт номер два, он является тоже твоим, это твоя вотчина. Либо это могут быть какие-то подготовленные курсы внутри компании. Потому что важно понимать, что каждый продукт обладает своей уникальной какой-то особенностью, своими нюансами, которые нужно иметь в виду при их тестировании. То есть одно дело, вы тестировали, предположим, десктопный клиент под Windows, и совсем другое дело, если вы начинаете тестировать, там, предположим, какой-то проект, там, я не знаю, мобильное приложение под Android. Действительно, какие-то общие вещи, связанные там с тест-дизайном и с непосредственно тестированием, там будут общие вещи, но будет и много нюансовых вещей. Потому что человек, который занимался десктопом, он не знает, что там Android есть разных версий. Он не знает, что он может там как-то отличаться, что, не знаю, какие-то могут быть там прошивки дополнительно, еще там программное обеспечение какое-то специализированное. Одно дело, там, сделать скриншот на десктопе, другое дело, например, узнать, как его сделать на iOS или на Android. Такие вещи тоже нужно будет рассказывать. И для этого вы можете, конечно, выделить какого-то гуру-специалиста, который из раза в раз будет что-то подобное рассказывать. Либо можете сделать полноценный, там, видеокурс или, там, не знаю, методичку написать для того, чтобы для новых сотрудников по мере необходимости проводить подобного рода тренинги внутри коллектива. Важно помнить, мы сейчас к этому перейдем, что любое обучение внутри компании – это палка о двух концах. С одной стороны, вы по-настоящему можете смотивировать специалиста, что в нашей компании работать хорошо, мы потворствуем росту специалиста, помогаем ему всячески, там, отправляем на конференции, устраиваем внутренние тренинги. Но важно помнить о том, что рано или поздно могут найтись сотрудники, которые, ну, как скажем, воспользовавшись вами как трамплином, покинут вашу компанию, поэтому инвестируйте с умом, а не просто так. Потому что то время, которое вы потратите на обучение сотрудников, оно рано или поздно должно окупиться вам. И регулироваться это может по-разному. У меня были случаи вплоть до того, что там сотрудник, например, отправляемый на какую-то конференцию, еще при трудоустройстве, подписывал дополнительную бумагу, что в течение полугода после прохождения обучения или посещения конференции не должен увольняться из компании. А если увольняется, то полностью гасит ту сумму, которая была потрачена на его участие в каком-то там обучении, получении сертификата или участие в конференции. Это такая неплохая страховка на черный день, которая, в принципе, достаточно эффективно себя показывает. То есть если человек рассчитывает, условно говоря, соскочить с компании, то он просто так вписываться на различного рода обучающие вещи не будет. А если он не вписывается на них, то возникает резонный вопрос, а зачем вам такой специалист нужен, который сидит на попе ровно и ничего нового узнать не хочет. Ну и чему еще можно обучать? Это, естественно, инструментам. В вашей работе так или иначе будет различного рода инструментативная поддержка. Под инструментами могут подразумеваться как какие-то вещи для, условно, там, не знаю, локализации дефектов, какой-нибудь фаербак изучить, там, или греб, или, там, не знаю, чарльз какой-нибудь для того, чтобы снифать трафик. Так и инструменты уровня системы управления тест-кейсами или даже баг-трекер. Потому что в базовом представлении баг-трекером должны уметь пользоваться все. Но, предположим, ведущие специалисты должны уметь выжимать из джиры больше. Они должны уметь помогать вам составлять какие-то, там, аналитические отчеты, собирать метрики и так далее. Вы можете изучать инструменты. Инструменты, опять же, как внутри компании, так и за ее пределами. Ну, и, безусловно, если вы видите в специалисте определенные тенденции для того, чтобы он стал ведущим специалистом, вы можете с ним поделиться науками управления, рассказать ему о том, что вы видите, предположим, там, в группе специалистов, у вас там 10 человек, два темлида, вам нужен третий темлид, предположим. Вы общаетесь, выбираете, там, сильнейшего или, там, группу сильнейших и говорите, вот, давайте проведем какой-то микротренинг, по результатам которого будет выбран третий темлид. И нужно поделиться, собственно, в том числе с тем, с чем я делюсь с вами в текущий момент времени. Чтобы они понимали, что им предстоит и сотрудников нанимать, и обучать, и адаптировать, что нужна будет какая-то экспертиза по вверенному продукту и так далее. Мотивация, вес, стимуляция. Важно определить индивидуальные мотиваторы и стимуляторы для того, чтобы в дальнейшем использовать их. У каждого из вашего сотрудников есть условные мотиваторы и стимуляторы. Есть вещи, ну, такие, безусловные, которые работают со всеми. Стимулятором для большинства является банальное увеличение заработной платы или возможность, там, отгула, какого-то, там, я не знаю, смягченного графика и так далее. Это стимуляторы. Важно понимать, что стимулятор, если хоть раз в жизни прибегали к стимуляторам в своей жизни, он имеет ограниченный и достаточно непродолжительный эффект. Ну, пример простейшего стимулятора – кофе. Вы пили кофе, вас заводрило, вам хорошо, через два часа кофе уже не работает. И вам либо еще кофе выпить, и вы становитесь, ну, как скажем, зависимым от этого стимулятора, либо вам нужно искать какие-то вещи, которые вас начинают не стимулировать, а мотивировать. Это более сложные вещи. Поэтому, если вы видите, что, предположим, ваш сотрудник ходит удрученный, серый, что ему там, я не знаю, что-то не нравится от работы, да, безусловно, в короткой перспективе вы можете повысить ему зарплату, и он тут же станет бодрым и прекрасным. Но пройдет буквально месяц-два, и он забудет о том, что ему повышали зарплату, он даже скажет, тьфу, на эту зарплату уйду на другое место, лишь бы заниматься интересной работой. Поэтому вам, как менеджеру, важно следить за тем, что для сотрудника является интересной работой, что является неинтересной работой, следить за этим климатом. Важно, чтобы ваши темледы, на сути, там, полевые командиры, которые работают с коллективом, тоже обладали навыками для определения мотиваторов и работы с ними. Потому что для одного мотиватора может быть, например, наличие действительно там каких-то курсов и обучения внутри компании. Для другого мотиватора может послужить постоянная смена деятельности. Для третьего мотиватора может послужить более глубокое общение с разработкой, например, или с менеджментом проекта. У каждого это очень индивидуально. Если вы перестанете за этим отслеживать, за этим следить, то рискуете получить коллектив, который будет с низкой моралью, упадшим духом, и в конечном итоге те реальные боевые задачи, которые будут ставиться перед вами и вашим подразделениям, руководством, будут выполняться неэффективно. То есть вы будете действительно по-прежнему уметь четырех специалистов, но работать они будут как один или, дай бог, два специалиста. Поэтому не путайте эти понятия. Следите за тем, чтобы стимуляторы тоже должны выдаваться, действительно. Тут, опять же, нужно смотреть, они индивидуальны. То есть кому-то проще денежку подсыпать, а с кем-то проще договориться, что давай один раз в неделю, там, выберем какой-то день, ты будешь работать из дома. Я знаю, что у тебя там какая-то сложилась семейная личная ситуация, что тебе иногда нужно работать из дома. Я делаю шаг тебе навстречу, можешь работать из дома. В качестве стимулятора это вполне себе будет. Но мотиватор – это то, что должно, ну, как скажем, бросать человека на амбразуру. Если приводить пример, как скажем, ну, с реальными какими-то там боевыми действиями, то повышая уровень зарплаты, человек под танк с гранатой не прыгнет. Если у него будет реальный мотиватор, там, защита, там, своей семьи и понимание, глубокое понимание понятия родины, то он это сделает, потому что это его будет мотивировать, а не стимулировать. За бабки никто это не сделает. Оперативное решение вопросов. Менеджер по тестированию – это дипломат. Дипломат, который ведет некую внутреннюю политику внутри коллектива отдела тестирования, даже пускай, если этот отдел состоит буквально из трех человек, включая вас. Вы должны уметь гасить конфликты внутри вашего коллектива. Если два сотрудника друг с другом что-то не поделили, причем не поделили вплоть до каких-то смешных вещей на уровне того, что я хочу сидеть у окна, я хочу сидеть у стенки и подобное, следите за этим, потому что это приводит к нездоровому коллективу, опять же, в работе. При этом важно помнить, что менеджер по тестированию, руководитель – это лицо вашего коллектива для внешней среды. Вы официально, я не знаю, глава МИД отдела тестирования, вещаете с трибуны, если не ООН, то на каком-нибудь совещании, и вы должны четко понимать, что на внешних встречах вы представляете интересы всего вашего коллектива. То есть у вас там в коллективе 2, 3, 4, 10, 20 человек, а когда идет обсуждение какой-то проблемы, давайте выделим ресурсы, давайте там вот ребята-тестировщики ночью посидят, вы должны отдавать себе четко отчет, что вы должны защищать интересы вашего коллектива. Если вы этого не делаете, коллектив отвернется от вас, он перестанет вас воспринимать как лидера. Потому что сказать, что «А что, тестировщики ночью поработают?» «А, ну конечно, я-то дома буду спать, я же начальник, а мои пусть работают». С таким подходом далеко не уедете и, скорее всего, плохо закончите. Если же вы будете отстаивать свои интересы перед окружающим миром, спрашивайте, почему это тестировщики, почему мои бойцы должны выходить ночью. Я не согласен. Даже если вы сами не будете выходить, вы должны отстаивать интересы своих коллег. Важно помнить, что очень часто к вам будут приходить и там, ну как часто, в зависимости, конечно, от того, как вы будете там показывать, какие результаты будете показывать, как работать будете, но тем не менее к вам будут приходить и говорить то, что «А вот здесь тестирование, например, не доработало, служба качества не доработала, мы получили там баги в продакшене или там затянутые сроки». Важно понимать, что, опять же, вы отстаиваете интересы своего коллектива, максимально абстрагируете их от внешнего мира, защищаете. Потом вы вернетесь и раздадите люлеем самостоятельно. Ни в коем случае не делегируйте ответственность. Человек, который назвался руководителем, менеджером, начальником, он должен брать на себя ответственность. Нельзя говорить, что там типа «Ой, да я не виноват, это там Вася Пупкин что-то не детестировал». Это ваш просчет как менеджера, как управленца, что вы недостаточно хорошо поработали со своим коллективом, с конкретным человеком или с группой людей, не объяснили им там какие-то техники тест-дизайна, не рассказали, как правильно автоматизировать или как правильно руками тестировать. И потом человек совершил ошибку. Это ваша проблема. Принимайте ее и защищайте ее как свою. Потому что, опять же, если вы будете редиректить какую-то проблему с больной головы на здоровую, если вы будете говорить «Ой, я ничего по этой проблеме не знаю, это виноват тестировщик», там еще фамилию называете, грош вам цена как руководителю. Это плохой пример решения оперативных вопросов. Всегда будьте на страже вашего коллектива. Увольнение персонала. Тоже такой интересный момент. Рано или поздно вы сталкиваетесь с тем, что нужно кого-то уволить. И при увольнении важно указать причины увольнения, почему вы увольняете человека, и не допустить цепную реакцию. Потому что, если вы выстроили хороший, грамотный коллектив с хорошим командным духом, у вас есть риск, что этот коллектив начнет распадаться по цепочке. Вы условно уволили какого-то негласного лидера, и он вслед за собой потянул свое мини-подразделение. После этого коллеги из отдельного суботдела посмотрели, типа, ой, у нас разбежались все автоматизаторы, что же нам теперь делать. Разбегаются ручные тестировщики, тест-дизайнеры, и все. И потом вы остаетесь как у разбитого корыта. Будьте аккуратнее, не запускайте цепную реакцию. Указывая причины для увольнения, вы можете их продекларировать, в том числе и для коллектива. Важно помнить, что, кстати, как вот здесь, когда мы говорили про стимуляторы, стимуляторами могут быть такие вещи, как штрафы, как наоборот, заставить человека выйти на выходных, если он там провинился, или еще что-то такое. Вот здесь, указывая причины, важно, хотите вы произвести какой-то эффект на публику или не хотите, на весь оставшийся отдел. Потому что в большинстве своем причины так или иначе для увольнения у вас есть. Иначе зачем вы увольняете? Важно подумать, вы хотите эти причины рассказать конкретно увольняющемуся человеку или всему коллективу? Потому что бывают ситуации, когда не сказав о реальных причинах увольнения сотрудников, вы порождаете ту самую цепную реакцию. Люди не знают, блин, Петя вроде отличный специалист был, все классно делал, почему его уволили? Никто не сказал. Рассказать, если вы не расскажете в такой ситуации о причинах, сможет только Петя. А Петя увольняется. И что Петя расскажет всему оставшемуся коллективу, одному Богу известно. Поэтому будьте аккуратны. Если вы видите необходимость в том, чтобы рассказать, почему вы увольняете человека, вы можете это сделать, какую-то общую встречу и рассказать, что так и так. Вот, к сожалению, в нашем коллективе нас покидает Петя, покидает он его, потому что из раза в раз мы пытались с ним проработать что-то, и не получилось. Поэтому он нас покидает. Пожелаем ему удачи, если среди нашего коллектива есть люди, которые готовы занять его место или поспособствовать найти человека. То есть, ну, мягко подойти к этому вопросу. Важный момент, что указывая причины, не рубите с плеча. Сделайте хотя бы последнее китайское предупреждение. Если вы видите, что человек так или иначе косячит, подойдите к нему, объясните, что, чувак, ты не прав, ты совершаешь какие-то ошибки, один раз совершил, два раза совершил, три раза совершил. Поставьте его, условно говоря, там, я не знаю, на карандаш. Скажите, давайте, вот у тебя есть внутренний испытательный срок. Если по результатам этого испытательного срока ты не начнешь выполнять какую-то вверенную на тебя работу, не перестанешь косячить, не перестанешь, не знаю, предположим, человек систематически не появляется на работе по каким-то там невнятным, непонятным причинам. Вот ставьте его на карандаш, говоришь, что там за ближайший месяц я хочу, чтобы ты каждый день штык, как штык, приходил на работу с девяти до шести, с девяти до шести. Человек выполняет эти причины, все ок. Если вы проговариваете с сотрудником потенциальные причины для его увольнения заранее, то, скорее всего, та беседа, которая послужит уже окончательному, скажем, принятию решения, что человек-то уволен, будет проходить достаточно мягко. То есть вы встретитесь с ним, и если вы обозначили четкие причины заранее, то человек сам для себя поймет, что да, да, я понимаю, я действительно не выдержал испытания, и я понимаю, что я должен уйти. Ну, то есть представьте, опять же, вы сказали, там, приходи с девяти до шести. Встретяйтесь через месяц, если человек сам знает, что он не приходил каждый день, как договаривались, то он не воспринимает это как-то с каким-то большим укором. Вы мягко выводите человека из коллектива, для него самого. Штука эта сложная, но тем не менее важная и необходимая. Увольнять людей нужно научиться, у каждого менеджера есть свое кладбище уволенных. Я своего первого сотрудника увольнял, так скажем, по просьбе вышестоящего руководства. То есть я, в принципе, например, еще не мог разобраться, он устраивает меня или не устраивает. Вроде нормальный парень, работу делают. Мне просто сказали, как бы идет сокращение, нужно из твоего отдела сократить человека. И как бы пусть этим человеком будет вот этот человек. Я буквально там еще месяца три, наверное, работал на этой должности. Ну, не очень приятные ощущения были. После этого несколько раз я увольнял уже там, самостоятельно принимая решения, и мягко, и жестко, и по-всякому. Вот. Поэтому, становясь на путь руководителя, помните о том, что у вас подобного рода кладбище появится рано или поздно. Собственно, вопросы. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин